Друзья, всем привет! Это новый эпизод про 21-ю Волгу 2-й серии. Несколько месяцев назад я купил 21-ю Волгу 2-й серии, так как всегда мечтал заняться восстановлением такого автомобиля. Первое, что мы сделали, составили список запчастей, которые нам понадобятся, и он оказался довольно большой. Запчасти мы искали по большей части новые. Также я приобрел салон от Волги 2-й серии, поскольку на 2-й серии он в свой отличается от Волг 1-й и 3-й серии. Диваны и дверные карты мы отправили на перешивку, и перешивка должна занять около месяца. Но мы тем временем собирали двери, и установили на автомобиль недостающие запчасти. Итак, у нас на автомобиле уже полностью собраны двери. Работают стеклоподъемники. Ну, конечно, не новый Мерседес, но для 60-летнего автомобиля это прекрасно. Так, сейчас Леха клеит последнюю резинку на дверь. Как дела, Алексей? Отлично. Тебе нравится собирать со мной его? Очень. Ну и на все двери также была приклеена советская резинка. Нам удалось найти ее новой. Клеится она, видите, на клей-момент. Надеюсь, вот так вот видно. Ну и, как я уже говорил, двери, благодаря ей, стали открываться. Гораздо мягче, скажем так. Так что до этого был прям звук металла по металлу. Пробуем. Резинка, чтобы не попадала вода в салон и пыль. И пыль. Вода и пыль, чтобы в салон не попадали. В общем, друзья, вот эта резинка действительно защищает от воды в салон. А вот эта резинка, вот она, видите, приклеивается с торца. Такую странную она форму. Она защищает, скажем так, от пыли. Вот здесь должна быть сейчас еще какая-то скобочка, которую мы будем устанавливать. В общем, ручная сборка автомобиля газ идет полным ходом. Также сегодня нам должна приехать кожа, чтобы оклеить верхнюю часть торпеды, задняя полка, и мы сможем приступить к установке потолка. Ну и потолок, кстати говоря, здесь устанавливается с приключениями. А именно, то есть, вот эти вот рейки. Мы их тоже купили новые. Вот видите, как они выглядят. Продеваются вот в эти петельки на потолке. Приклема пока упакована, чтобы его не запачкать. Ну, в общем, сюда не продеваются. И далее потолок устанавливается на автомобиль. Но, опять же, на второй серии есть хитрости. Видите, тут все на гвоздиках. То есть, когда рейки вот встанут в распор потолке, и ткань нужно будет прибивать маленькими гвоздиками вот к этой картонке. Я даже не знаю, как это назвать. Видите, у нас с одной стороны они почти все есть, а вот с пассажирской стороны их, к сожалению, частично не хватает. Но, говорят, есть один способ, благодаря которому это можно делать. Мы вам сегодня тоже покажем. Во время работы с дверьми выяснилось, что на одной из дверей разбита нижняя петля, которую нужно было заменить. Для этого Алексей снял дверь, а затем и петлю. Взамен мы купили новую и отвезли ее на покраску. А затем все в обратном порядке и установили на автомобиль. Также мы купили новый ремень от генератора автомобиля ГАЗ-52, в который как раз будут крепиться гвоздики, чтобы начать установку потолка. И видите, он просто идеально сюда встает. В общем, сейчас мы будем его прибивать на родные места, а уже к нему маленькими гвоздиками будет крепиться непосредственно лахот и потолок. Ну, в общем, хедмейт, да и только. Там они вилки какие, вилки эти, гвозди. Покажи. А, гвозди-саморезы так называемые. Ну да, ну да, вот они. То есть его забиваешь, он как будто чуть-чуть закручивается, чтобы не вылезти. Прикол, друзья? Хедмейт 60-х. Так, я получил долгожданную посылку в виде задней полки, боковых стоек и, соответственно, материала на переднюю торпеду. Друзья, многие бы из нас хотели иметь в гараже какой-нибудь классный ретро-автомобиль, чтобы на нем проводить выходные, проводить время сегодня. Ну, конечно, классно проводить время и изменить выставки. Но немногие из нас могут себе позволить крутую отреставрированную тачку. Но, друзья, для этого есть мы. Прямо сейчас мы восстанавливаем 21-ю Волгу, 2-й серии, которая достанется одному из тех, кто покупает мои наклейки. Поэтому, друзья, не теряйте время, переходите по ссылочке, покупайте наклейку, и один из вас выиграет вот эту вот машину, которая реально очень редкая. Либо 1 миллион рублей. Условия максимально простые. Переходите по ссылочке, покупайте наклейку, попадайте в таблицу с участниками, и в прямом эфире рандомно мы убираем одного из счастливчего, в котором достанется этот автомобиль. Ну или 1 миллион рублей. Итак, материал мы подобрали серого цвета, чтобы он у нас гармонировал с кузовом. И сейчас я, соответственно, отклею старый материал и буду приклеивать его. Ну, в общем, торпеда у нас получится по большей части серая. Ну, а сам салон у нас будет вот такого цвета, что будет клево гармонировать с этим салоном, ну и с цветом кузова, соответственно. Теперь надо удалить остатки старого клея, которого здесь довольно много, и судя по всему, это тоже был либо момент, либо БФ. У нас остались баллоны, помните, мы на Е500 граффити снимали, удаление граффити. Ну, в общем, попробуем им это сделать. И он как раз не повреждает краску, то есть его преимущество, что он не повреждает краску. Так, ну что, в целом получается неплохо. Сейчас вот я удаляю остатки, обезжириваю, так сказать, торпедку и начинаю клеить новым материалом. Так, сейчас я оклеиваю торпеду, чтобы не запшикать клеем те части, которые у нас оклеены, не будут. И делаю это по линии молдинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Важно сделать все аккуратно, так как лист кожзама у нас всего один. Если сделать разрез не там, где нужно, придется потратить на ожидание нового несколько дней. После того, как кожа была оклеена, мы оставили ее сохнуть, и Алексей начал установку потолка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А также предыдущей серии я купил новую приборку и клыки на передние крылья. Мы их отправили на покраску, и спустя несколько дней они были готовы. Так, с нами приехали детали из авторитейла. Это вот передняя часть приборки. И вот верхняя крышечка. В общем, цвет совпадает. В общем, сейчас приступим к сборке. Ну и также вот сеточку вот сюда покрасили. Серый цвет. Ну и вот, вот эти вот детали у нас тоже готовы, которые у нас пойдут вот сюда. Также у нас уже на машине стоит потолок. Просто выглядит великолепно. Друзья, напишите комменты, как вам вообще? Он такой мягенький, чистенький, просто как дома у бабушки на диване. Сейчас мы собираем приборную панель, дособираем торпеду, начинаем ее ставить. Перед этим нам нужно поставить трапецию дворников. Ну и потом мы будем ставить лобовое и задние стекла. В общем, пока мы будем заниматься салоном внешним видом, я думаю, надо покрасить колеса, чтобы потом не терять время. Мы купили новые покрышки, советские, потому что они правильные. То есть они выше и они более мягкие, потому что у нас стоят покрышки. Леша говорит слово рафовские, я не знаю, что это значит, но, судя по всему, их ставили на рафике. В общем, они более жесткие и не совсем подходят к этому автомобилю. Поэтому сейчас мы берем четыре покрышки, четыре камеры. Блин, а вы, кстати, помните камеры? Кто-то застал камеры на своих автомобилях? Я просто хорошо помню камеры на велосипедах, на скутерах. Леха нам одалживает свои колеса, целых, вон, сколько, шесть штук. А для того, чтобы мы могли выбрать ровные диски, ну и одно из дисков у нас пойдет как запаска. В общем, диски хорошие, несмотря на то, что они, видите, такого ржавого цвета. Но главное, что у них центр живой и живые посадочные отверстия под болты. Потому что за годы эксплуатации вот это отверстие часто разбивается и на эти квадратном становится. Здесь все выглядит неплохо. Ну а навести красотой димдиском нам помогут наши старые друзья. ColorDisk. И, кстати говоря, от меня скидка 10%. Ну и вообще, друзья, у нас есть карта партнеров на сайте, где те, с кем мы сотрудничали и кто нам, ну, кем мы, скажем так, довольны. Поэтому можете перейти посмотреть. В общем, в ColorDisk скидка 10%, но и у остальных партнеров там тоже есть скидосы. В общем, колеса грузим в грузовой такси и отправляем их ребятам. На часах третьей серии, видите, написано «Сделано в СССР», на часах второй серии не написано «Сделано в СССР». И? И будем все дальше переставлять. Слушай, Лех, а тут что-то хром не очень. Что-то мы собирались оттуда переставить. Ну, там, видите, как фото, чего же. Не, вот и на то, и на то не очень. У тебя нет лучше? Надо записывать. Что-то дядька их когда проверял, он их вот так потрес. И сказал, работают. Ой, блядь, а кто это? Какой дядька? Он говорит, что вот эта штука, их взводят, и они потом сами идут. Ну, давай, с видео года. Рубрика «Эксперименты». Сейчас сгорит. Возьми нормальный. Чего я, железо. Какая разница? Разница, она сейчас искрится начнет. Никто не будет чистить, если там не коротного. Это, ну, нет, вообще нет. Вот, что там происходит. Там кнопочка черного есть, там снизу. Ну, вот сейчас они должны, типа, у тебя чик-чик-чик делают. Чик-чик-чик. Делают чик-чик, дай другие, по-моему. Лех, ну, мне кажется, слишком быстро чик-чик сделано. Да нет, они прям должны, такой щелчок. Щелчок был мощный? Не, не мощный. Я еще ничего не прислонил. Вот, сейчас был. Вот, Антон же такой был. Вот, тихо-тихо. А ну-ка. Реально тикает. Так, давай, что я с этим? Свет. Но это можно переставить внутренности. Давай. Ой. А что там? Ну, значит, что-то там так соединили. Сожгли? Я не прислонил. О. Ну, что-то там были короткие замыкания. Ну, потому что это плюс же должен быть, а он у нас искрит. Да, мы его на минус одеваем. Что на минус так? Подожди, я вот это на минус, а сюда я плюс. Ну, давай еще раз. Ну, все это аккуратно снимается и переставляется с тобой. Понятно. Пошел я перебирать часы. Давай. Пока Леша стал собирать приборную панель, я начал собирать часы. Мне предстояло собрать из двух дней, переставить механизмы и стекло без надписи СССР. В итоге получились прекрасные винтажные часы, а главное рабочие. Так, давай хвастайся. Че, начни припал, смотри, какой молодец. О, какая красота, а. Уф. Просто уф. Так, ну что, мы уже установили торпеду и у нее даже все работает. То есть, работают все приборы. Сейчас, вот если включить зажигание. Оп. Амперметр, бензин, масло, вода. И забавно, что на 21-х Волгах она сначала показывает максимальную температуру, а когда машину запускаешь, она ее, ну, соответственно, опускает вниз. Так, ну что, получилось все неплохо. Я даже доволен, что мы выбрали серый цвет. Ну, то есть, смотрит все лаконично. Торпеды переходят в двери. Классно выглядит новая приборка. Единственное, конечно, мне вот эти зазоры не нравятся на крышке сферы. Знаю, еще люди говорят, что это на всех Волгах так. И вроднее его, знаете, каким-то таким красным, не герметиком, а какой-то типа глины замазали. В общем, я хочу купить серый герметик и аккуратненько вот это все щели, так сказать, заделать, чтобы было посимпатичней. В общем, мы еще будем сюда ставить магнитолу. Я, кстати говоря, думаю, ну, то есть, просто поставить родную магнитолу у кого, которая не будет работать, то есть, она будет просто шипеть. Либо я вот увидел на Авито, продают магнитолы с переделанной какой-то частью, то есть, там FM-диапазон и Bluetooth, может быть. И вроде бы как, просто здесь циферки такие в старом стиле. Напишите в коммент, стоит это сделать или нет. Так, ну что, салон у нас преображается, потолок уже стоит на машине, торпеда стоит на машине. И вот мы даже начали уже ставить центральные стойки, вот правую поставили, смотрите, как красиво. То есть, вот такого цвета у нас будет салон. Я прям жду, не дождусь, когда он будет готов и когда мы его сюда поставим. Ну, а сейчас будем доделать всякие мелочи. Ну, а мелочей здесь довольно много. У нас, поскольку стоит здесь двигатель другой, по-другому должны идти трос газа, трос принудительного газа, трос подсоса, поскольку карбюратор в другом месте. Также нам нужно навести порядок с проводами. Нам нужно поменять переднюю оптику, так как эта оптика, по-моему, третья серия. Мы купили такие вот фары редкие, видите, с линзой. Поскольку на второй серии, на 61-м году ставились фары, вот видите, с линзой посередине. Видите, здесь ее нет, а здесь есть. В общем, чтобы у нас все было правильно и красиво. А еще нам нужно, видимо, снять радиатор и его покрасить в черный цвет. А вот эту жалюзи, так называемую, нужно будет покрасить в серый цвет, либо отвести ее, чтобы ее отпесочили и не анодировали, господи. Слово забыл. Ну, чем болты мы делаем? Гальвань. Нет, не гальвань, а другой слой. Оцинковали, все правильно. Еще нужно заменить датчик температуры. Он у нас сейчас не работает, собственно говоря. Ну, и тут, в общем, еще довольно много мелочей. А еще нам нужно найти патроны в габариты, поскольку сзади у нас просто дырки, они отсутствуют. В общем, у нас тут спор. Леша говорит, давай силикончиком побрызгаем. А я говорю, давай не будем брызгать, потому что, ну, по моей логике, если там останется силикон, он же не высохнет. Склон можно будет легко нажать, и оно выпрыгнет. А я в 2003 году целый один раз ставил стекло на пятерочку Жигулей. И там мы использовали водичку и мыло. Ну, потому что мыло тоже высыхает, собственно говоря. Ну, обычное, которому раньше мыли руки, не жидкое. Давай, держу. И ничего не делаю. Держу, и ничего не делаю. Короче, пробуем по моей технологии. Сейчас у нас ничего не получится. Леха будет недоволен. Оно почему-то не входит вовнутрь. О, входит, входит. Входит? Да, оно прямо на глазах. О, тут уже сейчас вошло. Мне держать сверху или уже нет? Ну, а на самом деле бывают действительно говеные резинки. Нам просто повезло, что у Лехи, опять же, есть хорошая резинка. Живая, не рассохшаяся. И именно от 21-й Волги. Потому что многие ставят резинки от Жигулей. Как здесь у нас, собственно говоря, стояла от классики с замком. Который не соединялся, потому что он был коротким. Ну, в общем, что? Ух! Лаваш усморили. Сейчас будем клеить заднюю полку и, соответственно, пытаться поставить заднее стекло. Там тоже есть сложности. Музыкальная полка у нас. В общем, поскольку она не из арголита, а уже из пластика, то есть современного, надо сюда что-то проклеить, чтобы у нас не было лишних звуков. Вот из всех трех. Серьезно? То есть там вообще чисто ножна история? К нам приехал наш поставщик запчастей на 21-ю Волгу. Его зовут Руслан. И смотрите, что он нам привез. Это вот те самые патроны. И они не новые, они новодельные. Видите, здесь правильные проводочки. Вот у 21 Волги, конечно, здорово, что ноги бахнет, что много запчастей делают. Они, конечно, не дешевые, но их можно купить. Это, конечно, большой плюс. Тоже сейчас этим будем заниматься установкой. Ну и вот нам доехали еще мелочи. Резиновые коврики, они ставятся сзади под порожек. Это Тосик, чего я забыл? Да, как на газоне. То есть вытащил, и тачка едет. Ну, если по прямой, чтобы на педаль газа не нажимать. Так, ну что, маленькая, но победа. У нас на машине полностью стоит остекление. Все встало хорошо. И это отличная новость. Нам осталось поставить дворнички. Но с ними была сложность. На автомобиле ставила вот эта вот трапеция. Мы, кстати, так и не поняли, от чего она. Леша говорит, что он даже не от Волги. От Рафика, может. И у нас были вот такие вот поводки дворников. Именно от второй серии. Это большая редкость. Но они, видите, вот сюда не подходили. То есть здесь отверстие меньше, чем сама направляющая. На второй серии своя трапеция дворников, куда отлично подходят вот эти вот поводочки. И здесь еще и внутренняя гаечка. Смотрите, какая симпатичная. Симпатичная какая она. Леха, это левый или правый? Правильно. А его типа вот так надо, как у нас? Или вот так? Ну, ты сейчас так примерно прикрути, а потом запустим и посмотрим. Ну, примерно я бы вот так прикрутил. Ой, как клюв смотрится просто. А сколько это? Девять или десять? Десять или один, смотрите. Ну, это как раз и говорит о том, что мы поменяли трапецию дворников. Но есть тут свободный ход, она будет сюда долбиться. Видишь? Короче, хорошо, что мы решили поменять фары, поскольку здесь горшки просто уничтожены. И Леха пошел за новым горшком, чтобы нам, так сказать, ну, тут не просто на пол ходить. Друзья, мы раздобыли абсолютно новые горшки. И вы посмотрите, сюда, видимо, старый запихнули вообще какой-то другой. И резинка была другая. То есть здесь, видите, у резинки бортик. Очевидно, что вот это нам нравится сильно больше. Так, ну, еще у нас на крыле сильно, как оказалось, все закрашено. И вот новые болтики очень плохо вкручивались. Прогнал, точнее, резьбу. О, как по маслу. Так, с фармием мы разобрались. По свету остались только вот эти вот ходовые огни. Габаритные. Опа. Блин, смотри, внешний хром вообще отличный. А внутри, смотри, Леха. Это был перехром, скорее всего. И просто взяли... А, это был перехром, потому что, да, у нас... Да, слишком хорошо они выглядят. Так, ну что, берем патроны и еще ставим резинки. А где резинки, Лех, были? Еще говорил, как папа Леша, крепеж ебет? Да. В общем, по всей машине, ну, не те болты, видите? Один хромированный, второй и другой, разные шапочки. И так по всей машине. В общем, довольно много времени уходит на поиск крепежа. Леша, папа правильную поговорку придумал. Ну, мы же это меняем. Мы меняем, но я помню, когда мы с тобой собирали ГТ-3 здесь, ты помнишь, что мы день могли искать какую-то штучку, чтобы закрепить какую-то другую штучку. То есть, действительно, это очень много времени забирает. Именно поиск. Ну, знаете, вот всяких мелочей. Прикручивать и откручивать, то много мозгов не надо. А вот это все найти и провести в порядок, конечно, вызывает сложности. Работает. Нижняя? Да. А так? Дальний. Нижний, дальний. Там же не должен, да, быть дальний? Нет. Так, ну, габарит горит, да, тоненький. Значит, я куда-то не туда подключил этот. Так. Какой дальний? Так и должен быть. Он горел, именно горел. Он не вот так делал, а горел. Нет, все, я правильно подключил. Ты это снимаешь? Да. А, это, типа, поворотник? Ну, да, тут габарит и поворотник. Два в одном. Да, но он вначале именно горел. А вот это что-нибудь горит, интересно. Так, подожди. Сейчас и моргает, но габариты нет, да? Так, выключили. А, вот так вот должно быть. Так. Еее. У-ху-ху-ху. Ну что, друзья, отличная новость. У нас заработала электрика. Ой, друзья, конечно, такие мелочи сильно поднимают настроение. В общем, с оптикой у нас все в порядке. Слышалось разобраться с правым поворотником. Я, собственно говоря, пойду этим заниматься. А мы с вами увидимся ровно через неделю. Друзья, уже в следующей серии вы увидите, какой у нас получился салон. А всего через три недели вы увидите, какой у нас получился автомобиль. Поэтому не теряйте время. Переходите по ссылочке, покупайте наклейку. И одному из вас достанется этот замечательный автомобиль. либо один миллион рублей. Ктюешка. Салон у нас преобразуется. Преображается. Здесь отверстие меньше, чем сама вот эта штука. А оказывается... А в общем, на второй серии... Так, я при... Надо как-то вот закончить неожиданно. В общем, красоту на этих дисках... Дисках. Так, у тебя опять ручка наработана, но это задокументировано. Слышишь? 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 Слышишь?